Бисмиллах, الحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بدراسة متن مختصر وسمى متن الاصول السيتة После того, как Бисмиллах сказал, что он говорит, что мы сейчас начнем изучение короткого трактата, короткого очерка, который называется «Шесть основ». Первый вопрос, почему мы изучаем эти шесть основ? Пока не записывай, брат. Почему мы изучаем эти шесть основ? Во-первых, потому что ученые делали насиха, посоветовали. Потому что мусульманин обязан знать какие-то основы своей религии, которые установили нам наши ученые. Шейх Мухаммад ибн Абдуллахаб, рахмаллах, даймен якуль هذا, якуль «Усуль сетта», «Наваقض ислама» «Ашара». Говорит шейх Мухаммад ибн Абдуллахаб, автор этой книги, он постоянно говорит о его книге, вы можете заметить, шесть основ или десять факторов, которые делают ислам недействительным. Четыре правила, цифры, или три основы. Почему? Почему? Потому что это методика пророка в обучении. Как? То есть, например, «Аркан Ислам хамса, хайха хамса факат, ау юзад алиха». Вот это, говорит, цифры или число, которое пророк, салиллаху алейкул ассалям, упомянул, допустим, что столпов Ислама пять. Это, говорит, вот их пять или можно прибавить к ним? Нахну намзур фи бақиятан нұсус в китабу ассунна. Ида وجадна нас язид ала хамса, асбахат ал хамса лейсат мухадада, юзад алиха. Мы должны посмотреть контексты Кур'ана и Сунны. Если мы увидим, что в контекстах Кур'ана и Сунны есть какие-то дополнительные, еще добавляются к этим пяти что-то, мы говорим, это не ограничивается на пяти, можно добавить. Если же нет хадисов других добавок, то мы говорим, все, это конкретное число только пять. Пример, допустим, примером на то число, которое утверждено, и мы не можем прибавить к нему, может служить аркан ал-ислам ал-хамса, пять столпов ислама, аркан ал-имана ал-ситта, шесть столпов имана, веры. К этому мы добавить не можем, ни седьмой, ни что ли. Дверей рая восемь. А допустим, есть такие числа, которые также упомянуты в Сунне, как, допустим, десять обрадованных раем. Мы говорим, только десять? Нет, можем добавить. Почему? Потому что в других текстах содержится также указание, что есть еще, добавляются. Пророк в одном из хадисов сказал, что пять вещей являются естественными в человеке, но в других хадисах добавлено еще кое-что к этим пяти. Тогда вопрос, а почему пророк говорит, что пять вещей являются естественными из фитры, а в других хадисах добавка? Или, говорит, десять сподвижников, обрадованные раем, а есть еще? Почему тогда он упомянул их? Это из прекрасной методологии пророка, саллиллаху алейху вассалям, в обучении. Он хотел донести до людей, вот именно на этом собрании, только пять вещей, которые являются фитрой. Или только десять, оповестить их только от десяти из числа сподвижников, чтобы они узнали. Не добавлять что-то, чтобы они вышли с этого собрания, и вот они узнали какой-то минимум, тот уровень, который им нужен. И точно так же мы сейчас. Шесть основ из основ религии будет изучено, иншаллах. И вот этого пути придерживался автор этой книги, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Шел по этому пути в обучении людей. Три вопроса, три основы его книги, это три вопроса в могиле. Кто твой господь, какая твоя религия, кто твой пророк, саллиллаху алейху вассалям. К этому мы ничего добавить не можем. В могиле в хадисе сказано, что только что три вопроса, ничего не добавляем. Но если мы скажем, допустим, четыре правила, тоже его книга, или шесть основ, или десять вещей, которые делают ислам действительным, к этому мы еще можем добавить также. То есть их не только десять, не только шесть, не только. Что касается трех основ, только три. Вот эти шесть основ, которые будут изучены, вопрос. Ученые сошлись на этих шести основах или есть разногласия среди них? Шел говорит, единодушные ученые сошлись на этих шести основах. Обязательно мы должны их изучить. Мы должны изучить основу и вместе с этим изучить то, что противоречит этой основе. Антонио. Шел говорит, первой основой будет являться искренность. Изучение того, что такое искренность со всеми тремя видами таухида. И вместе с этим изучить то, что противоречит этому, а это ширк, многобожий. Второе, что должно быть изучено, это единство. Точно мы должны объединиться так, как объединился пророк, саллиллаху алейкум, и его сподвижники. А антонио этого или противоречит этому разделение и раскол. Третья основа является послушание и подчинение правителю. Антонио этого или же обратно этому является выход против правителя, какие-то демонстрации, непослушание, ослушание и так далее. Четвертое из основ, мы должны будем знать, что есть разница между любимцами, приближенными угодниками Аллаха, милостливого, и приближенными угодниками шайтана. Пятая и следующая основа, которая должна быть усвоена, является то, что Кур'ан и Сунну, люди могут ее понять. Потому что есть люди, которые приходят и говорят, нет, Кур'ан и Сунну понять невозможно. Я отрицаю это чтихат.